где она сама себе противоречит с ее мыслями. Мне прям так хочется... Лерчик, Лерчик, Блиновская, я фигурировала, бизнес-молодость фигурировала. Это такие все-таки, назовем их, гиганты в этой индустрии. Ну и, безусловно, у Сони свадьба когда будет? Ну и, безусловно, конечно, были люди, которые не являлись, наверное, какими-то специалистами в той области, по которой они там, типа, вещали, но настолько обесценивать человеческий труд, и настолько это делать только для того, чтобы потом запустить свой курс, и настолько это делать, потому что ты завидуешь тому, кто зарабатывает вот так вот, и тебя просто жаба душит, что кто-то зарабатывает такие деньги. Это вот прям красная строка того, что я увидела. Да, Собчак красотка, я не спорю, в этом плане да, конечно, согласна, она молодец, но все-таки как бы есть столько противоречий, и такие смешные, это так прям, это все так читается, потому что я уже прям настолько, ну я этот человек и знаю, и поэтому лично, и поэтому как-то мне немножко по-другому это все по-другому смотрится. Собчак зарабатывает больше, чем я, но она не зарабатывает больше, чем те, по которым она каталась там, больше той же Блиновской, она не зарабатывает, больше бизнес-молодости она не зарабатывает. Насчет Лерчика, ну может быть где-то там примерно с Лерчиком в одном ряду, но это блогеры, а это Собчак, понимаете, как душит человека, что какие-то там блогеры, вообще только в нашей стране обесценивают блогеров, тиктокеров, только в нашей стране их чморят. На самом деле блогеры, тиктокеры и все остальное в индустрии, вот в этой вот на Западе довольно-таки неплохо, неплохо работают. Гиганты чего воздуха? Гиганты своей работы, гиганты своей работы, понимаете, как это чего? Пойдите, продайте воздух, вот давайте вы пойдете и продадите воздух, а я посмотрю. А я посмотрю, как вы сможете его продать и сделать из воздуха миллиарды. Потому что одно дело, как себя вела Блиновская, да, может быть она где-то некрасиво себя вела, потому что она не знает индустрии телевидения, не знает, как нужно говорить, что нужно говорить. Это правильно, я согласна. Но то, что она умеет мотивировать, и то, что ее продукт, который я проходила, я проходила в Блиновской курсе, то, что ее продукт состоит из выжимки чего-то того интересного, то, что работает, это невозможно как бы не признать и обесценить. Ладно, я вас целую, обнимаю. Хорошего вам вечера. Завтра встречаемся. Я завтра посмотрю, во сколько я проснусь. Но я за 30 минут предупрежу в сториз, что будет эфир. Ладно? За 30 минут. Вот, так что завтра встречаемся, сделаем, сделаем этот, как его называется, сделаем дыхательную практику с вами. Очень круто будет. Я не соглашусь с тем, что курсы – это наебка. Вы знаете, есть даже такой гуру по тайм-менеджменту, который всегда говорит, проходите курсы, обучайтесь онлайн, обязательно, всегда. Это только в нашей стране за это шеймят. Почему, если человеку заходит информация именно от того, на которого он смотрит, и тот, кто его вдохновляет, почему он не имеет права взять у этого человека что-то? Вдохновение, какие-то идеи, креативность, бизнес-молодость, школа, люди туда приходят, они знакомятся, люди приходят, какие-то контакты себе новые находят. Понимаете? Это не говорит о том, что у людей нет высшего образования. Зачем сравнивать университет и типа того, что люди ходят на курсы? Ребят, это их выбор, выбор этих людей. Они хотят, может быть, их Лерчик мотивирует, может, их Блиновская мотивирует, может быть, я их мотивирую. Они приходят, и они получают то, что они хотят получить. Почему кто-то должен это обесценивать? Вот как бы в чём речь, о чём речь. Да, курсы у неё, правда, неплохие. Я была… Они у неё не настолько, как бы, может быть, глубокие, да, но, в принципе, всё то, что я проходила раньше, изучала раньше, я очень много курсов проходила, очень много, поверьте. И то, что Блиновская оттуда взяла, оно довольно-таки хорошая выжимка. Я это говорила тогда ещё, это проходило два года назад, то есть я ещё тогда это говорила. Поэтому мотивация есть. Просто в университетах не обучают, как мотивировать, как строить отношения. Допустим, не обучают их осознавать, где ты сегодня находишься. И поэтому можно как угодно относиться, но продукт… Набираем команду дизайнеров одежды. Вот. Кожа, я просто загорела. Нет, это у меня есть сейчас фильтр на мне, но я загорела, и действительно кожа прям стала такая, ну, кожа. Кожа прям. Конечно, с фильтром я. Всё, я вас целую. Завтра приходите. Как вы относитесь к Собчак? Неважно, как я отношусь, какая разница, как я отношусь к ней. Это же как бы не имеет никакого значения. Просто так интересно было посмотреть на это, на всё. Другими глазами. Ну, не теми глазами, которыми смотрят люди, которые не знают лично. Что такое Чупакабра, я не знаю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.